Ну хорошо. А у меня есть небольшое размышление по поводу семинара. Две недели, так сказать, читал все, что попадает в поле внимания. Интересное такое наблюдение, рассуждение. Правда, о повторении со стороны психологии и прочего. Ну, в общем, интересно было сравнить о том или не о том. Повторение рассматривается как некая неудача. Когда определенное действие невозможно совершить, оно совершается на неком символическом уровне. И описывается случай ребенка, который играет с катушкой, привязанной на нитке. И он ее забрасывает с возгласом «for» и с возгласом «да», он ее притягивает к себе. И якобы эта игра является неким символическим, замечающим процессом ухода матери. Однако задается вопрос, почему недостаточно одного действия, закинуть катушку, и тем самым снять некое напряжение. Чему необходимо это постоянно повторение? Чему он играет с ней вновь и вновь? И здесь якобы присутствует это самое некое невозможное, некий провал, который обуславливает необходимость повторять снова и снова. И таким образом самоповторение является сутью неудачи. То есть невозможно его как бы завершить. Возникает некая необходимость вот эти действия нанизывать одно на одно, и их нельзя вот как бы закоцевать, чтобы получилось как бы некое целое. И я так как бы вот подумал, почесал репу. В том, что приочтении какой-нибудь литературы или книжки я могу ее перечитать снова, но вот как бы повторить то прочтение, которое было до этого, не получается. Всегда прочтение получается новым отличным. Несмотря на то, что я все переделываю, вроде бы то же самое, то же самое произведение, точно так же его читаю, но не получается, если не прибегнуть к какой-то вот уловке. И вот такая вот мысль. А какого рода уловки? Символичные какого-то уловки? Ну, если как бы проиллюстрировать как бы так визуально, можно, например, кольцо сложить пополам, чтобы оно получилось в виде буквы С. И тогда из каких-то кольц я могу нанизывать такую вот целую цепочку. Но как бы таким вот желанием эту цепочку соединить в некий такое кольцо или браслет не возникало, мне нужно прибегнуть к уловке в виде другого кольца, который будет именно круглым, потому что тем вот с буквой С я его закольцевать не могу. Не получается физически. Мне нужно будет как бы сжурничать в этом смысле. Ну, я такой наш просто, Анатолий имеет в виду, что природа повторения. Мы же говорим о воспроизведении. Как-то к этому, наверное, к этой теме. Ну, поэтому я говорю, что она как бы сюда, да не сюда, но вот. А почему неудача? Ну, потому что нельзя как бы повторить и закончить. Всегда остается нечто еще, что вот толкает на это самое воспроизведение снова, 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 снова. Недостаточно. Потому что это неудача. Не получается вот как бы сделать и остановиться. Я кольца нанизываю, я хочу их закрыть вот как бы в браслет, но понимаю, что этим как бы фрагментом, этим куском не получится. Я нанизываю еще и понимаю, что я могу это нанизывание продолжать до бесконечности, но никогда не закончу. Для этого мне нужно уловка в виде отдельного или другого элемента, не такого, как фрагмента цепи. И это такая вот как бы неудача. И вот это, вы знаете, такое литературное определение безумия, как навязчивое повторение одного и того же с ожиданием другого результата. И вот оно является такой вот некое отражаемое, это неудача. Повторяется действие одно и то же с неким расчетом, что произойдет нечто отличное. Но оно не происходит. Потому что само действие как бы обрекает на это повторение. Ну потому что ты пытаешься рационализировать, почему не получается. А если в нашей криминологии, то вот-вот-вот оно всегда, в принципе, некое действие, которое... А мы не можем и закончим. Да, бесконечно. А если рационализировать, то тут можно говорить о каком-то неудаче и проще. Ну, это мне показалось интересно. Понимаете, в повторении возникает интересный феномен, который мы рассмотрели. Он заключается в том, что если речь идет о возвращении к тому же самому, то есть к повторению, то эти попытки, эти опыты безотносительны. То есть не совсем понятно, это один опыт или их много. Слушайте, он один, потому что много предполагает связь. Хоть какую-то. Если говорить о повторении, то попытки безотносительны. Это одна попытка. Одна единственная. Форбек. Нет ощущения бесконечности. Бесконечность заключается в сохранении одного и того же. То есть не получается движения. Наверное, это интересно, потому что я строю совершенно логические какие-то вещи, которые никуда не выходят. Это мне своя прелесть, разумеется. Не видно, куда они прилагаются. Так должно быть в логике. Но интересно, когда есть какое-то развитие. То есть надо использовать и прилагать, короче, питаться. То есть есть логическая схема, ее можно приложить к разным вещам. Уточним. Значит, вернемся к этому вот-вот-вот, если не надоело, конечно, со всем. Воспроизведение. То есть форма является причиной предмета в том случае, если она воспроизводит себе. Раз, раз, раз. Я в прошлый раз пытался назвать это единицей. Но как-то я подумал, может быть, натяжкой все-таки получается. Но мне все-таки думается, что вот это вот-вот-вот, то есть множество, когда я говорю вот-вот-вот еще раз, речь идет не о различии. Они не разные, эти вот их. Эти разы, раз, 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 они не разные. Их просто много. Больше ничего сказать нельзя. Это интересно, что больше ничего сказать нельзя. И, может быть, это определение числа. То есть ситуация определения числа. Как математике задается число? Как я понимаю, через единицу. Пусть n будет натуральное число. Если я не ошибаюсь, конечно, задается через единицу. Но, вообще говоря, единица – это не число. Единица – это сущность. Вот Аристотель говорит. Один и один человек – одно и то же. Когда мы говорим «один», то мы разумеем определение сущности. определение сущности через установление ее границы. Поэтому один – это не число. А раз один – это не число, то два тут ничем не поможет. Потому что два – это н плюс один, а н не определенный. Я подумал, что определение числа должно быть не через единицу. Это просто неудачно. А А через множество. Вот раз, 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 или просто раз, раз – это и есть число. Эти разы не отличаются друг от друга. Они не следуют друг за другом. Они задают как бы ситуацию числа. Определение числа – это воспроизведение указа. Я пытался дать такое определение числа, как воспроизведение акта действия указа. Указывание – вот, или раз, или это, которое воспроизводится. Во всяком случае, надо нам с вами отрешиться от единицы. Пытаться отрешиться от единицы. На самом деле, в математике можно, видимо, начать не с единицы, а с нуля. То есть, ноль – натуральное число, и потом как бы от n переходить к n плюс один. То есть, формально как бы можно не с единицы начинать, а просто с нуля. То есть, это еще более, с точки зрения философии, непонятно. Потому что ноль уж вообще непонятно. Что это такое? В философском смысле. Просто мы привыкли в школе, что натуральный ряд – это ряд от единицы и дальше. А вообще говоря, формально можно вводить просто ноль и начинать ряд с нуля. Ну, в таком же смысле можно начинать снимать единицы? Ну, теоретически, да, на самом деле, да. Потому что фактически это некого рода соглашение. То есть, с чего начать – это соглашение. То есть, есть некого рода ряд, да, как бы, и он какой-то бесконечный, да, в одну сторону. И можно с любой какой-то начать с чего-то. Можно было бы начать с двойки, на самом деле. Лучше не проименус единицу говорить, потому что это как-то другая сущность, да. А с двойки, например, начать – все, два натурального числа, и все остальное – все натуральное число. Но ноль – не натуральное число. Потому что нет такого натурального объекта, которому бы соответствовал роду. Ну, я просто имею в виду вот это определение формальное. Аксиоматика пиана, он называется, да, в видении натуральных числых. Там как раз он-то начинает сам по себе формать с нуля. То есть он говорит – ноль – натуральное число, потом как бы следующее за натуральным числом – натуральное число. И как бы, и что… И требуются еще аксиомы полной индукции. Что если там все первые какие-то ноль числа были натуральными числами, то и плюс первые тоже будут натуральным числом. То есть фактически речь идет о функции исследования, да. То есть как у нас. То есть у нас есть некого рода натуральные числа, это числа следующие друг за другом, да. И каком-то начале. Надо какого-то взять и какой-то положить начало. И оно на самом деле просто формально. Можно положить единицу, ноль, два, там, три. Вот я предлагаю положить множество. То есть положить воспроизводящие себя указывают. Вот этот вот-вот лежит в основании счет. Когда мы между вотами или разами устанавливаем отношение перехода, мы получаем порядковый счет. Ну это-то да. Но проблема то, на чем мы споткнулись, это на количественном счете. А именно откуда берется хоть какое-нибудь количество. Разве? Ну да, потому что у нас есть правила перехода. Мы можем, в принципе, понять это правило перехода от вот-вот как количественного увеличения. Но нам нужно понять, каким образом возникает точка отсчета, от которой мы начинаем количественно возрастать. Не можем же мы просто обнаружить себя в ситуации возрастания. Это уже количество, это уже весьма определенное нечто. Оно не может быть просто взрастать. Это уже должна быть двойка, которая больше предыдущего. А вот в какой момент мы можем... Или что мы тогда должны сделать? Нужно, видимо, предположить тогда, что полагание двойки есть одновременно полагание единицы. То есть вот в этом акте больше, мы тем самым полагаем и то, что больше, и то больше чего. Тогда у нас возникает первое число двойка, оно же есть порождение единицы в качестве точки отсчета. Но акта отдельного полагания точки отсчета у нас нет. Просто по логике самого движения, по логике вот этого указывания, воспроизведения указывания, у нас просто нет такой точки. Да, и не может быть. И не может быть. Тогда вот, на мой взгляд, единственный выход, это в акте больше, мы полагаем сразу двух. Так мы в акте множества, то есть в самом первом акте воспроизведения указывания, мы полагаем сразу два. Просто вот, это, разумеется, не форма. Нет, но там... Вот-вот, это форма. Там их не два, там это не определенное множество. И мы согласились с тем, что это... Ну, это можно помыслить, по крайней мере. Вот такое вот просто некоторое неопределенное множество. Но с количеством же мы уже должны иметь определенное количество. Уже иметь два, а не двадцать. Вот, смотрите, что получается с порядковым счетом. Есть исходная ситуация, вот-вот. Она заключает в себе возвращение к тому же самому и перехода к новому. Вот-вот, это воспроизведение заключает в себе, как мы говорили, два момента. С одной стороны, воспроизведение – это возвращение к тому же самому. И там мы получаем безотносительное указывание, повторение, которое заключает в себе безотносительность. Мы не получаем никакой формы. А с другой стороны, воспроизведение – это переход к новому. То есть, переход. Тоже слово «новое» здесь неправильно, потому что «новое» относится именно к воспроизведению указывания. Потому что возвращение к прежнему – тоже это некоторым образом новое возвращение. А если мы говорим о переходе, то это переход к новому. Есть это и иное. Иное задается переход. Мысль переход, мы мысли иное. И это у нас порядковый счет. И это порядковый счет. Да. Поскольку иное точно такое же, как это, то единственный смысл инаковости в том, что оно следующее. Иное точно такое означает следующее. Значит, получается, что самим мыслим, поскольку мы мыслим переход, мы мыслим следующее. Но это такого рода ситуация, когда мышление перехода и мышление следующего совпадают. Мыслить следующее, значит, мыслить переход к нему. Потому что переход и построение следующего – одно и то же. Переход – это отношение. Исходного, не исходное, а просто отношение – это и иное. Переход – это установление отношений. Когда мы начинаем с воспроизведения, вот, отношение еще не явлено. Когда мы мыслим переход, мы мыслим отношение – это и иное. Получается, что мысли иное, мы мыслим отношение – это иное. мыслим переход к следующему. Мыслим отношение предыдущего и следующего. Мыслим мыслим отношение предыдущего и следующего. Переход задает нам следующее, иное, а значит, следующее. Но следующее не отлично от перехода. Переход есть отношение предыдущего и следующего. Переход задает это отношение. Переход задает отношение предыдущего и следующего. Переход – это отношение предыдущего и следующего. Но это такого рода отношение, которое не отлично от следующего. Получается, что мысли следующие – мыслим отношение предыдущего и следующего. То есть мы исходно имеем вот-вот. Исходно мы имеем вот-вот. Затем мы мыслим переход от-вот к-вот. Этот переход задает нам отношение следования. Но это такого рода отношение следования, в котором мышление следующее есть одновременно мышление перехода. То есть мышление отношения предыдущего и следующего. То есть мы имеем пару. Мы все время хотели в порядковом счете иметь пару. не так, что есть одно, что нас сильно смущало, что есть одно. А другое, только мысль другой, мы устраиваем отношение одно и другое. Но другое задается переходом. Значит, сначала есть вот-вот, затем есть вот-вот, мышление перехода к новому вот. Эти два-вот опосредованного уже перехода. Поскольку мы мыслим переход, мы мыслим иное. Но это такого рода иное, которое совпадает с переходом. Значит, получается мысль иное, мысль следующая. Мы мыслим переход от предыдущего к следующему. Вот такое рассуждение. Ну то есть и тем самым оно становится мышлением больше. Это не просто уже переход к следующему, это уже переход к большему. Пока нет. Как пока нет? То есть мы удерживаем уже отношения между вот и следующим, но еще не больше. Ну еще не больше. Еще не больше. Еще не больше. Еще не больше. Это просто время. То, что вы назвали скользящим временем. То есть временем, которое не заключает в себе количество времени. Просто время, то есть просто последнее. Еще раз, последнее возникает таким образом. Когда я мыслю следующее и тем самым мыслю отношения предыдущего следующее. Это формула времени. Это формула времени. Я просто тут чисто терминологически. Поначалу, когда мы мыслили форму следующее, я понимал дело так, что поскольку мышление перехода и полагание следующего совпадают, да, то форма следующего состоит в таком движении. Да, что я мыслю. Я мыслю перехода и тем самым полагаю следующее, но в этом следующем его отношение с предыдущим еще не завершено. Потому что сам акт мышления перехода и тем самым полагание следующего не может осуществляться без того, чтобы мыслить предыдущее. И вот эту стадию мы называли следующее, так я себе это запомнил. Сейчас это положение немного развито. То есть что случилось? Все-таки отношение перехода от одного к другому, да, мыслится полностью. То есть это все-таки по-прежнему следующее совпадает с мышлением перехода к следующему, но это уже полноценное отношение, которое на другом конце имеет предшествующее. Да. И вот эта ситуация называется время. Может быть просто это чисто терминологически различить, да, что сначала форма следующего, она, будучи несколько развита, превращается в форму времени вот этого вот скольжения. Но это просто разные стадии, разные формы. Ну то есть в некотором смысле одна и та же конечно форма, это все следующее. Но есть разница между вот этой вот первым и следующим, которое еще не является полноценным отношением к предыдущему, и здесь уже вполне себе отношение. Нет? Да, у меня получалось некоторое, на самом деле, неловкость. Первый шаг это полагание, вот второй шаг, переход к следующему, который дождитесь именно к следующему. Ага. И как вы верно заметили, как бы за скоками, это как бы два разных шага. Ага. Но я подумал, что исходным для времени или для порядкового счета является множество, то есть вот-вот. И все, что мы делаем, мы лишь находим переход как опосредование между одним вот и другим вот. Все, что мы делаем, мы опосредуем. То есть есть исходная ситуация вот-вот. Она заключает в себе либо возвращение к прежнему, то есть с одной стороны возвращение к прежнему, с другой стороны переход к новому. К новому. Когда мы берем переход к новому, то мы как бы рефлектируем воспроизведение. Мы осознаем воспроизведение как переход к новому. Да получается, что мышление иного есть мышление отношения одного и иного. Это и иное. Потому что изначально они были. Это, это, теперь это и иное это. И мышление иного это из мышления отношения. Это и иное это. То есть предыдущее и последующее. Ну вот так, если получается. Только мне кажется, время так не получить. Мне кажется, время это следующий шаг. Следующий, следующий. Получается только, когда есть следующий, следующий. Это как от n плюс k плюс первому. Вот если следующий, следующий шаг не сделаем. Тогда у нас будет просто, что на базе множества построено как бы. Следующий, да. Кажется, просто возникает следующий. То есть попарно, да. Можно сколько угодно двигаться, но мы не движемся, а просто каждый раз обнаружим следующее. Все. Пока нет следующий, следующий. На самом деле, ряда нет. Есть только просто два элемента. Которые каждый раз обнаруживаются в любой точке. В любой точке есть точка и следующий. То есть вот так. Пока нет следующего, следующего. То есть пока нет перекода от n плюс к n плюс первому, то мне кажется, нет самого ряда. Как в аксиомах от пиама, там же сказано, что за натуральным числом следует натуральное число. Но этого ведь недостаточно, да. Потом еще весь этот аксиом. Необходимо, чтобы это был следующий следующего, да. Необходимо, чтобы от n к n плюс первому перейтили. Я не очень понял. 1, а следующий следующего. Почему? Ну а иначе говоря, получается двоичная функция, которая просто любому члену ряда указывает его следующий. А где ряд-то? Есть у них какое-то множество. У каждого его члена есть следующий. И что? На каждый раз просто получаем следующий и все. Но нет ряда как целого. Нет никакого целого. Чтобы связать надо, чтобы следующий был у следующего. У каждого предыдущего есть следующий, а у следующего есть следующий. Вот эта вот диалектика игры, что как бы следующий становится предыдущим. Ее же нет. Нет. Просто у каждого есть следующий. И что? А как они между собой здесь относятся все следующие? Может это ряд по кругу там, не знаю, там звездочки выложены. У каждого есть следующий. И что? Ряда-то нет? Ну, во-первых, следующее следующего получается естественно. Ну, это дополнительная аксиома на самом деле в математике. Я не думаю, что это очевидная вещь. Что следующий и следующий. Для этого нужно три удержать. Надо удержать предыдущий. Следующий этого предыдущего. И третий шаг. Да? Сделать следующий и следующий. То есть не два, не пару. Не достаточно удержать. Удержать три одновременно. Ну, как-то удержать все три позиции. Предыдущий. Предыдущего шага. Следующий предыдущего шага. Потом этот следующий становится предыдущим нового шага. И следующий нового шага. Я знаю, с чего я подумал. Может быть, вот это мышление времени. Я немножко нарисую. Оно не то, чтобы дает ряд. Но оно дает правило ряда. Потому что смотри. В чем состояла форма следующего. В том, что мышление перехода совпадало с полаганием того, к чему переход. К следующему году. Но особенность этой формы мысли. Формы следующего. Состояла в том, что хотя есть переход. И есть то, к чему перешли. То откуда перешли. Нами не мыслиться. Это вот, говоря математически или геометрически выколотая точка. Да. То есть этой точки на самом деле нет. Следующая форма. Времени. Это фактически та же самая ситуация. Только предшествующее осознанно в качестве предшествующих. И тем самым вот этот вот переход получает определение нормального отношения. То есть отношение между двумя какими-то. Двумя, так сказать, в принципе равноценными точками. По-прежнему, фокус в том, что по-прежнему мышление перехода есть то же самое, что полагание следующего вот. Но при этом переход мыслится как нормальное отношение от предыдущего к следующему. Тем самым, на мой взгляд, вот когда мы мыслим вот так вот уже. У нас уже есть правило для, собственно говоря, ряда. Вот для связанного ряда, о котором ты говоришь, да. Мы уже дальше понимаем, что дальше он строится, ну, как бы, так и будет строиться. Дело в том, что никак он не будет строиться, потому что ты на каждом шаге будешь это все заново построение обустраивать и будешь получать только пару. Нету ряда, есть только пара. Вот пара, пара, ты одну пару построил. На следующем шаге ты построишь вторую пару, так и предыдущая пропадет, потом опять постучишься. Почему это предыдущая пропадет? Она не униживается никогда. Чтобы ее унижать, нужно следующее следующего. Ну, так оно и есть следующее следующего. Ну, вот. Я еще раз говорю, что мне это видится, я не знаю, там, надо думать, как бы, что вот это следующее-следующее аналогично от семи, где от N плюс к N плюс к N. Что недостаточно положить на один шаг. Как вот, можно было сказать, единица натуральное число, и следующее за натуральным числом натуральное число, и все. От единицы поехали, у вас получается так. Никакого полной индукции аксиомы не нужно. То есть, достаточно просто сказать единицы натуральное, и следующее за натуральным числом натуральное. Все. Как будто бы так у вас получается. Подожди, я тогда не понимаю смысла аксиомы пиано, на самом деле. Потому что, смотри, вот, вернемся от этого построения к аритметике. Да? Есть единица. Есть правило N плюс 1. Зачем еще нужна вот эта аксиома пиано? О том, что… А как ты по правилу от N к N плюс 1 переходишь? Вот это исследование за натуральным числом следует натуральное число. Это некого рода то, что переносится. Ведь R и R плюс 1 – это ведь значки не относящиеся к самим максимумам. Это мы просто так удобно, нам удобно так говорить. А суть дела состоит, что за натуральным следует натуральное число, и мы говорим, что это можно распространить на весь ряд. Вот что, о чем говорится. Все. Я сдаю правило. А иначе получается, что мы каждый раз на каждом новом этапе все разворачиваем заново. То есть перешли к двойке и заново начинаем разворачивать, что двойка, переходим к тройке. Это получили как бы следующий. Предыдущий все забыто. Опять просто двойка. То есть два. Два и три. Дальше забыли это, а тройки перешли к четвертойке. Забыли все. Не будет ряда как целого. Надо связать эти все попарно. Попарно связать. Для этого нужно что? Какая-то диалектика нужна, что следующее, следующее. Нет, нет. Я сейчас просто про арифметику говорю. В арифметике это же все гораздо проще. Вот, насколько я себе понимал. Есть правило построения этого натурального ряда. Все. Его не надо строить в качестве завершенного, чтобы стать невозможно. А где тут ряд построен? Ты просто, да. Ты считаешь, что... А я здесь не построил, что такое следующее. Но я не вижу, что рядом у этого появился. Так нет. Потому что можно кругу поставить по кругу. И точно такой же ряд. Но мы на здоровье. Но не будет никакого ряда даже на самом деле. Так было. Что мы имеем? Мы имеем мысль о следующее. Я мысляю отношения предыдущего к следующему. Поэтому мышление нового следующее будет уже следующее к следующему. Вот смотрите. Мы когда... Еще раз. Мысль о следующее, я мысляю отношения предыдущего к следующему. Поэтому новое следующее никак не будет повторения. Новое следующее я забываю о предыдущем и предыдущем. А почему собственно забываю о предыдущем? Ну как точно так же, когда мы повторяли его. Мы каждый раз воспроизводили одно и то же. Теперь мы будем воспроизводить его. Те же зеленые. Так это же две разные ситуации. Одно дело мы воспроизводили вот, 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 вот. Ну а теперь распроизводим следующий, 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 следующий. Нет. А у нас же не просто следующее. Нет, смотри. Смотри. Мы же воспроизводим не просто следующее. Уже на стадии следующего мы воспроизводили вот этот вот переход и само вот. ну и теперь они просто самого и не важно и воспроизведешь все нарисовал еще раз еще раз и на я стадии вот на этой стадии зрелищего нас на этой стадии следующего твой вопрос совершенно законен без мимо не малейших сомнений действительно следующее 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 а здесь следующие следующий год невозможно не нету связи совершенно верно поэтому но кое-что произошло мы все-таки осознали эту связь в качестве отношения то есть есть предыдущие переход и новополагаем каждый то есть каждый раз мы воспроизводим что мы воспроизводим вот эту вот сюда и и воспроизводим наш распроизводили год а теперь все эту штуку воспроизводим и ничьи все больше ничего не пенится всю конструкцию который воспроизводим ряд это не ряд же должен убегать а я понял что ты говоришь нет по-моему это немыслимо потому что ведь смотри ряд должен развернуться и убежать а у нас получается просто воспроизводили год а теперь воспроизводим конструкцию предыдущий следующий у нас видео мы ведь это все мы ведь это все открываем на каком материале на материале не определенного множества год в этом не определенном множестве мы теперь что сделали мы теперь поняли каким образом переходится от одного вот к другому попарно разбили теперь все мнение не попарно разбили мы поняли каким образом происходит переход от одного вот к другому и тем самым мы переходим так без концепции изначально у нас было вот 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 бесконечное указывание дававшая ситуацию множественности а сейчас это множественность просто упорядочивается в ряд не зря а попарно да не правило да почему попарно упорядочилось по одному вот 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 теперь упорядочится попарно предыдущий следующий я наш теперь понял твое возрасте что я могу не понял но я что хочу сказать отношение следующего следующего к следующему есть отношении к отношению Следующего к предыдущему То есть вот это вот Есть отношение к отношению Поскольку мышление следующего Есть не что иное, как мышление отношения Предыдущего к следующему То следующее следующего Будет отношением Следующего, следующего, следующему К отношению Следующего Предыдущего Самое интересное, что есть Аксиому введению Натуральной частицернела И там получается, что Первым элементом является пустое множество Вторым элементом является множество Которые содержат пустое множество И множество. Содержащие пустое множество То есть как отношение-отношение Так и получается Там каждый раз на уровень поднимаются выше То есть все множества как бы вложены друг в друга. И каждый раз это как бы все выше и выше. Пустое множество само входит в некое множество, и это множество входит в некое новое множество, в новое множество, в новое множество. И как раз и получается, что отношение отношения. Именно. Еще раз аксиому. Аксиому как вводится? Значит, первый элемент натурального ряда – это пустое множество. Второй элемент натурального ряда – это множество, состоящее как бы из пустого множества и множества предыдущего, которое содержало пустое множество. Третий элемент ряда содержит вот это множество, ну как бы это множество, которое входит в пустое множество и пустое множество. И так далее. Каждый раз новый элемент – это нечто принципиально как бы отличающиеся от предыдущих, потому что оно в себя содержит предыдущие элементы, как бы вот так, потому что это множество предыдущих элементов. То есть каждый раз как бы на уровень выше поднимается. Они не родоположные, не так получается, что следующее это родоположное, следующее родоположное, они как бы каждый раз на ступеньку выше поднимаются. Потому что каждый раз возникает множество, множество из предыдущих, множество из предыдущих. Каждый раз эти скобки множественно все увеличиваются, все увеличиваются, все увеличиваются. Ну хорошо, это всегда может быть похоже, но вернемся к нашему определению. Опять же, это же вопрос к тому, что я считаю, что все правильно, нормально, но не получается рядом. То есть пара получается, начало какое-то получается, полагание того, что должно произойти, но самого процесса он не запущен, самого времени-то нет, которое движется. Ну я могу только повторить, Влад. Мышление следующего есть не что иное, как мышление отношения предыдущего и следующего, следующего и предыдущего. Поэтому мышление следующего-следующего будет отношением к отношению. Мышление следующего-следующего есть не что иное, как мышление отношения следующего-следующего к следующему. Так вот, это надо для того, чтобы появился время этот шаг? Поэтому это отношение к отношению, вот это и все. А шаг это как нужно, чтобы время появилось или не нужно? Время, ну на каком этапе у нас появились? Ну, если вы правы, то нужен. Наверное, нужен, потому что, действительно, мы, сделав первый шаг, рискуем, по крайней мере, нам еще не ясно, будем ли мы снова повторять это движение или не будем. Когда мы делаем второй шаг, мы понимаем, что повторения нет. Вопрос в том, является ли это уже временем, даже если мы повторяем, следующее, предыдущее, следующее, предыдущее, одно и то же, следующее, предыдущее. Будет это временем или нет? Вопрос немножко такой схоластический, в условном смысле этого слова. Можно понять, что есть два времени, одно время дурная бесконечность, другая, которая двигается дальше. Ну, пошел у нас, получается, третий ход, вопрос, действительно, как бы, ушло. Если третий ход получается, второй ход получается, если мы признаем, что это отношение к отношению, то мы, наконец, получаем направленность, то есть ряд. Получаем следующее, которое есть ничто иное, как отношение предыдущего к следующему, и следующее следующего, которое есть ничто иное, как отношение следующего к следующему. Это ряд. Какого рода ряд? Это ряд времени, которое не заключает в себе количества. Просто кечение. Просто кечение. Просто движение. Выделение такого времени, которое не заключает в себе количество времени, заключая в себе большее и меньшее — это интересно. так никто не делал. То есть уделение времени как такового, простого времени, которое не растет. И это есть, что я знаю, как по порядному счету. То есть второе не больше, а просто больше. Три не больше двух, а просто больше. И опять же скажу, что в математике ничего нет, кроме n плюс 1, а n плюс 1 не заключает в себе порядкового счета. n плюс 1 это больше. Не, ну я же когда-то замечание делал, что переход от n плюс 1 это способ записи. На самом деле по смыслу там должен быть тоже просто следующий и следующий. Ну да, вот бумаж, которую вы дали, там как раз есть простое исследование. Да. Но есть математические средства выразить это? Вот как никак не выразить, если не прибегают, опять же переход к n плюс 1. То есть это все равно как бы получается, что в основании присутствует количественный счет. Я говорю, присутствует, потому что иначе не выразить. Хотя смысл как бы такой же, мне кажется. Они говорят о том, что в порядком счете только исследование. Все. Никакого количества нет. Ну хорошо. Важно, что математики не средств выразить. Потому что на самом деле с точки зрения исследования там даже такие вещи, они утверждают, что вот, например, есть элемент, весь бесконечный ряд натуральных чисел. И к нему добавляют единицу. То есть как бы и это следующий элемент. Который стоит после. Вот когда все-все элементы будут перечтены, следующий элемент вот какой-то такой вот, он как бы плюс единицу условно так называется. И он только по порядку стоит. Бесконечность преодолеть никак нельзя. Предполагается, что по порядку, порядок же можно выстроить из других элементов. Где-то есть эта бесконечность. И из-за этой бесконечностью следующий элемент только есть. Вот даже как говорят. Поэтому здесь точно нет никакого количества. Скорее речь идет просто о трудновыразимости вот этого порядкового варианта. Для математики. Как же, как-то надо выразить и выражать в количестве. Ну там вообще удивительно. Там дальше можно там элементы строить, там настраивать. Там бесконечность плюс один, это же вообще какая нелепость. Но тем не менее такой вот элемент присутствует. Ну и то, это он просто так назван. Просто на самом деле правильнее бы его назвать было. Это элемент, который идет после того, как весь ряд бесконечный пройдет. Следующий элемент за всем рядом. Вот как это выразить? Даже так вот в математике обсуждать. И причем это серьезная математика, это не какие-то там домыслы. Ординалы там. Дальше там возводится, а что там только не возводится. То есть там бесконечности используются в глуби шеи. Ну хорошо, по крайней мере ясно, что я не прав. Думаю, что число вводится с помощью единиц. Оказано вводится самыми разными способами. В том числе и бесконечным рядом натуральных чисел. Ну, вводится пустыми множествами. Каждый раз добавляются некие элементы, просто иные по отношению ко всем другим. Его инаковость, как бы, она в самом построении его присутствует. То есть каждый раз, вот, есть некое, как бы, такое, не возрастание, ведь есть, а скорее просто инаковость. Что на каждом новом уровне появляется такой элемент, который инаков всем предыдущим элементам. И так далее. То есть за счет того, что не плюс один эти, да, то что один плюс – это операция, которая, как бы, каждый раз проявляет одно и то же. А вообще, как бы, каждый раз просто вообще небывалое появляется, новое. И это небывалое-новое, как бы, созидает новый элемент. Опять небывалое, но опять новый элемент. Вот так. То есть чистый порядок. Потому что что такое добавить пустое множество, это же вообще не понятно что. Вообще, что это такое? Ничего от этого вроде бы не изменится, но что-то и меняется. То есть они вообще пытаются избежать от этого плюс единицы, да? А добавлять пустое множество. Хотя, видится, конечно, что плюс пустое множество, то все-таки, опять же, что-то прибавляется же все-таки, да? Ну, непонятно. Я не готов полностью там понимать, как тут, что тут происходит. Но вот формально вот так, как делается. Ну, хорошо. Значит, мы получаем время без количества. Простою после. До и после. Простое и последовательное. Поскольку сама эта ситуация, мышление следующего еще раз, это мышление отношения предыдущего и следующего. Мышление следующего, дождественное мышление предыдущего и следующего. Отношение предыдущего и следующего. Эта ситуация чревата схлопыванием. Потому что мышление следующего, когда мышление следующего совпадает с мышлением отношения предыдущего и следующего, то самоотношение есть, но не явлено. Отношение не явлено. Оно не отлично от следующего. Поэтому следующее как бы не опосредованно переходом, если переход совпадает со следующим. Если отношение предыдущего и следующего совпадает со следующим, то следующее не опосредованно отношение к нему. И поэтому, с одной стороны, есть схлопывание. То есть, как бы, нет следующего. Поскольку следующее, дождественное отношение предыдущего и следующего, то следующего, с одной стороны, как бы, нет. А с другой стороны, она все-таки опосредованная, и поэтому следующий ход заключается в том, чтобы это опосредование стало явленным. То есть что происходит? Мы мыслим отношения следующего, предыдущего, а потом… А что потом? Я хотел сказать, что отношения, что следующее и отношения следующего, предыдущего как-то разносятся. Отношения мыслиться как нечто опосредующее, следующее. Отношения следующего и предыдущего должно быть отлично от следующего. И тогда будет получать больше, что ли? Да. Я только не очень понимаю теперь, как можно помыслить отношения следующего и предыдущего, а потом помыслить следующего. Помыслить переход от предыдущего к следующему, а потом помыслить следующего. Нужно два шага. В отношения следующего к предыдущему и следующего. Тогда будет больше. Просто если переход, условно говоря, становится некого рода предметом рассмотрения, то не получится, что между переходом и предыдущим еще можно переход маленький, а там еще переход маленький и так далее бесконечности. На то переход и переход, что он как бы не должен быть чем-то самостоятельным. Иначе бесконечное число переходов будет. То есть переход должен быть, но не чем-то таким, а с чем можно остановиться. А то мы углубимся в эту дурную бесконечность регрессика. И получим тот же ряд, но только его регрессирует куда-то там будет. Ряд через, тут везде же ряды бесконечные, ряд переходов там. Это можно постоянно, да. Ряд предыдущих, ряд следующих. Везде как бы чревато все вот этим соскальзванием бесконечности. В общем переход к следующему и следующему мыслится как двушаговая процедура. Не так, что переход тождественного к следующему. Не так, что следующие тождественные переходы к следующему. Что как опосредование. Переход мыслится как опосредование. Как опосредование, да. Различается как опосредование. Да, и в этом есть нечто как бы в виде прибавки. Да, получается больше. Следующее превращается в большее. Если переход мыслиться как опосредующий шаг, который отличен от следующего, а затем мыслиться следующий, или не затем, а просто… Мыслиться опосредованно, иначе… Да. Не по времени, конечно… Не непосредственно, а опосредованно. Да. То есть у нас следующее есть непосредственное следующее, и есть опосредованное следующее, так что? Да, и опосредованное следующее есть большее. Когда следующее мыслиться вместе с отношением к предыдущему, не тождественное этому отношению, а вместе с отношением к предыдущему, следующее превращается в большее. И тогда время получает определение величину. Теперь времени может быть больше и меньше. То есть как бы невозможно получить просто определение направленности времени. Это одновременно есть определение возрастания времени. Теперь да. Я не очень понял ваш вопрос. Ну то есть у нас, я тогда задам вопрос. Направленность времени возникает где? Вот на стадии простого следующего, когда еще нет отношения с предыдущим? Да, направленность возникает на этой стадии. А, отлично. Потому что время вообще есть направленность. Да, хорошо. Направленность без количества. Да, расходится. Просто направленность. Это уже время, а не пространство, которое, как известно, не имеет направленности. Да, которому все равно. Здесь есть направленность, а значит время. Но нет количества. А теперь мы получаем количество. Когда следующие мысли вместе с отношением к предыдущему, мы получаем, следующее превращается в большее. И как в глаз выражается, второе превращается в два. Причем, раз математика не настаивает на единице, то мы не противоречим математике. Мы все время волновались, а где же единицы. Очень хотелось единицы. Оказывается, я этого сегодня узнал. Оказывается, никому не нужна единица. Да, да, да. Мы все тосковали по единице. А на самом деле она действительно... Не, ну она нужна, конечно, формально, в смысле, но... Другое дело, что она может выбрать что угодно в качестве этого. Начало. Не, ну если это всего лишь предотвращается вопрос конвенции, там единица и не единица, тогда это просто неважный вопрос. Не принципиальный, так скажем. Хорошо. Единственное, что как бы у него замечание есть. Получается ли, что когда мы говорим про больше, что мы уже должны заранее знать это количество, чтобы сказать, что нечто с переходом больше, чем предыдущее. То своего рода, как вот в категории Харистотика, да, что было. Вот высказать на самом деле какую-то категорию там. Например, количество. Надо сначала ее знать, чтобы вообще их мощь об этом говорить. А иначе мы просто ничего не увидим. Если не знаем, где вы. То есть, да, заранее мы должны знать, что такое больше, для того, чтобы увидеть это больше. А мы пытаемся разворачивать, как я понимаю, от начала. Вот, и мы никакой такой интуиции и количества предварительно не обладаем. Да, конечно. Поэтому как мы увидели, что это больше? Когда различили переход и... Ну, это мы так говорим. Я же не спорю с этим. Я просто имею в виду, что не получается ли, что мы заранее и как бы внешним образом внесли туда понятие количества. Ну, понятно дело, что это так. Ну, а как мы увидели это? То есть, не обладая интуицией количества, как мы увидели, что это больше. В чем смысл интуиции? Да, вот она вместе с переходом. И что? Это нечто как бы новое. Ну, а почему количество? А если так сказать? То есть, если на этом шаге мы обнаружили, что происходит не просто переход, а происходит прирост, мне это не проясняет ситуацию? Ну, я верю, что прирост происходит, да. Я тоже, это тоже слово некоторое, но... Мы же перечлили не просто количество, а еще количество в виде 2. То есть, как бы... То есть, еще одно количество, да. Не просто какого-то как приросло отрезок, да, и чуть-чуть как нарисовали еще что-то, добавка, а мы еще как бы специфическое, как бы сразу 2. Ну, мне кажется, здесь есть 2 стороны дела. Во-первых, почему 2? Ну, потому что есть такая конвенция, которую мы находим в качестве предданной. Если бы была другая конвенция, мы бы выражали это иначе. Не-не-не, я думаю, что дело не о конвенции. Вот смотри, когда мы воспроизводим что-то, ну ведь 2, это просто 2 раза что-то сделать. Не 2, в смысле прибавления. А в смысле, как бы, раз-два. То есть, как бы, в смысле разом. То есть, в смысле умножения, а не прибавления. Ну, и вот здесь, кстати, не знаю. Здесь, понимаешь, нам же сейчас открывается не то, что это умножение или прибавление, нам открывается другое, нам открывается, что больше. Что вот то, к чему мы перешли, это не просто следующее, а оно больше. Так вот больше оно прибавкой вот этого перехода. Почему этот переход, вот это вот и непонятно. Как соотнести больше в смысле 2, то есть, 2 раза, и больше в смысле прибавки? Потому что в смысле прибавки, это какое-то другое больше, чем больше, в смысле 2 раза, а не 1. Это счет было. Это не операция, это не сложение и не умножение. Это счет. 2. Раза должно быть. Здесь еще. Раз, два, да? Три раза, четыре раза. Нет, 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 нет. Понимаете, в умножении они даны одновременно. Хорошо, я понимаю, что... Два вместе, три вместе. Я понимаю, что это не умножение, наверное, да, в нашем смысле. Но в каком-то смысле это вот разы. У нас ведь все достаточно проработано. Есть сначала просто разы. Раз, раз, раз. Потом есть связь этих разов, или разов, разов, через переход. Да. Возникает следующее. Потом переход отделен от следующего, получается, больше. И здесь нет места для фантазии. В каком смысле это будет теперь раз, два? Раз, два было в смысле следования. Теперь раз, два в смысле больше. И нет щели, будем можем поговорить, в каком смысле это раздло. Ну вот, например, если бы мы взяли первый и второй вместе, то тогда это было бы больше, чем взять просто первый. Вот можно просто первый взять, а можно первый и второй вместе взять. Но мы не об этом говорим. Да, мы переходим к некоему второму, но почему-то второй в два раза больше, чем первый. А он просто следующий второй. И понятно, почему он больше, потому что возникло как бы опосредование, да, то есть опосредование как-то и сравнивает, да, в том смысле, что вот это вроде прибавка есть. Но мне такое, что-то как-то вот, такая, кажется, что здесь вот эта большесть, она возникла как-то из меня. То есть мы заранее знали, что такое больше, чтобы вот здесь увидеть больше. Тут нет явного больше, когда, например, взяли первый и второй вместе. Это явно больше, чем просто первый. Вот были просто первый взяли, а теперь первый и второй вместе взяли, и это явно больше. Потому что в нем есть и первый, и что-то еще. Так взяли третий, еще добавили, еще больше стало. Как бы вот эта большая становка такая естественная. И когда мы перешли от первого ко второму, и второй почему-то в два раза стал больше, чем первый, то мы опираемся, что есть еще опосредование. Но опосредование добавляет, оно как вот к отрезкам добавляет, да, в какой-то кусочек добавляет. Почему он добавил ровно два? То есть еще одно такое же добавляет. Откуда измерение-то возникло, это, что больше в два раза? Измерение возникло еще на стадии вот-вот. Потому что они одинаковые. Мы о них знаем только то, что они одинаковые. Они могут быть сколько угодно, каким угодно, но они одинаковые. Вот-вот, все, мы знаем только, что они конечны. То есть два это два раза все-таки? Вот-вот-вот, то есть вот-вот, два раза. Да. Все-таки, когда это начинается, все-таки идет речь, а больше только в смысле того, что вы прокрутили два раза, а не один раз. Вот-вот. Да. Да, конечно. Они одинаковые. Сначала они просто одинаковые, затем они последовательные. Как возникает исследование еще раз? Есть нечто иное, но поскольку иное ничем не отличается от нечета, это единственный смысл инаковости в том, что оно следующее. А теперь единственный смысл инаковости в том, что оно больше. А разы совершенно одинаковые. Но, когда мы говорим о большем, то мы что говорим? Мы говорим, что больше выстраивается в два шага – переход и следующее. Когда мыслиться – переход, потом удерживается мышление, переход и мыслиться – следующее, оно становится больше. Эти два шага дают нам больше. Один шаг дает нам следующее, два шага дают нам больше. Но два шага – это то же какое построение больше. Поэтому мы опять имеем ситуацию, что большее – тождественно в процедуре построения. Переход и большее дает нам что-то этом большее. Следовательно, мыслить большее и мыслить его построение в два шага – это одно и то же. То есть мы опять имеем опасность схлопывания. Потому что опосредование здесь уже явлено, но оно явлено не вполне. Оно явлено как элемент или часть построения. Мы о следующем говорили, что следующее – тождественно переходу к нему. А больше мы говорим – большее тождественно переходу к нему на переход заключается в мышлении перехода и в мышлении следующего. Тогда получается больше. Переход к большему заключается в мышлении перехода и в мышлении больше. Опять получается ситуация более сложная, чем в порядковом счете, но в принципе такая же. То есть есть опасность схлопывания, но схлопывание в два шага. Поскольку достижение большего совершается в два шага, то и схлопывание заключается в два шага. Мы сначала отказываемся от большего, затем от перехода к нему. Поэтому следующий ход заключается в том, чтобы помыслить опосредование как опосредование. То есть помыслить воспроизведение как воспроизведение. Помыслить переход как переход. То есть помыслить переход как таковой. Конечно, он будет переходом от меньшего к большему или от предыдущего к следующему. Но он будет мыслиться как переход. Как то, что действительно опосредует. Который, иначе говоря, находится между меньшим и большим. Меньше между предыдущим и последующим. Или между вот и вот. Помыслить воспроизведение как воспроизведение. Тут, кстати, мне пришло в голову, что любопытно, что следующий и следующего есть. А больше и большего нет. А мне кажется, есть и больше и большего. А мне кажется, нет. Потому что это непонятно что. Потому что больше – это отношения. Что значит больше и большего? Для того, чтобы их измерить, надо как бы величины предъявить. То есть как бы больше и большего – это отношения и отношения. И оно там никак не определено, поскольку непонятно относительно чего больше первого и относительно чего больше второго. Их надо привести к некому единому знаменателю. знаменателю, то есть, и это не будет больше-большего, это будет всегда больше. То есть, один из них окажется больше, и всё. Но никогда не будет больше-большего. Потому что не каждый раз отсутствует единый знаменатель. Почему же в качестве этих единого знаменателя у нас выступает направленный гляд? И стало быть, что такое больше-большего, это очень осмысленная штука, даже если мы не знаем точного количества, потому что это смещено ещё дальше по ряду. А стало быть, больше-большего. То есть, чем правее, тем больше. Вот и всё. Ну вот, мне кажется, что в отличие от ряда порядкового, где можно говорить, что правее, и что левее, а ряд количественных всё-таки требует введения самого количества. То есть, вот этой меры. Недостаточно указать, что правее. Или достаточно? Понимаете, больше и меньше – тоже отношения. Мыслить больше – значит мыслить отношения больше к меньшему. Поэтому, когда мы мыслим следующее больше – это будет… Больше и больше – будет отношение к большему. И отношение большего-большего к большему будет отношением к отношению большему к меньшему. Ну, то же самое, что с порядковым счётом. Правительство невелика. Просто переход выделяется в отдельную штуку. То же понятие «больше» и понятие «следующее» – это одно и то же. Потому что фактический смысл понятия «следующее» только состоит в том, что выстроился ряд. Можно его называть как «следующее», а можно его называть как «больше». Какая разница? Это же просто… И разные способы выразить того, что все стоят в неком ряду в порядке. Но всё-таки разные способы. В одном случае переход тождественен тому, к чему переход совершается. В втором случае переход отличен от того, к чему переход совершается. Вот и всё. Когда отличен – это уже больше, а не «следующее». Это развитие. Мы понимаем, что больше – это в смысле того, что он где-то стоит дальше, чем другой. Один стоит здесь, а другой – на много шагов дальше. И только потому, что он на много шагов дальше, он больше. Он же больше не в смысле величины, а в смысле того, что он в ряду стоит дальше. Какая разница была? Если они все одинаковые. Если он стоит дальше в ряду одинаковых разов, то он больше-больше и всё. Это счёт. Он больше-больше. Второе больше одного, третье больше второго. Это счёт. Это не один плюс один, или не один умноженный на два. Это счёт. Он просто идёт за и больше. В одном случае просто идёт за и нисколько не больше. А во втором случае он ещё и больше. И чем дальше, тем, естественно, больше. По сути, больше-больше. Больше-больше-больше и так далее. Но ваша мысль тоже любопытна. Понимаете? Следующий-следующего. Всё-таки некоторому, поскольку это следующий-следующего, он некоторым образом возвращает нас всё-таки к первому. Поскольку он следующий-следующего, то он возвращает нас к первому. Так же, как больше-больше возвращает нас некоторым образом к первому. Сколько бы мы ни двигались к следующему или к большему, мы всё время возвращаемся к первому. Раз больше-больше... Наименьшему. Наименьшему. Или наипредыдущему. Наипредшествующему. Нет. Если будет термина больше-меньше, тогда не выводить термины, другие какие-то там, первому. То есть если больше-меньше, значит наименьшему. Есть наименьшее, есть больше, чем наименьшее, больше как бы... Большего. Большего и так далее, да? Да. И наименьшее – это некоторым образом исходное. Причём доказывается это не просто полаганием. Я натуральное число. А в ситуации вот-вот. Ситуация вот-вот. Просто проблема... Я подозреваю, проблема состоит тут в том, что всегда, когда говорят о количестве, требуется ещё введение меры. Ну типа там один метр, один сантиметр. То есть как будто нужно эквивалент ввести. Какую-то меру. Как меряем там? То есть мы... Тут как-то в ряду у нас вроде понятно, что тот, кто первый, тот и наименьший. По определению того, что это так уж получилось. Вообще говоря, требуется обычно ввести меру, чтобы понять и расположить их от меньшего к большему. Мы меряем всё как-то и располагаем. На данном случае самопостроение у нас до того, чтобы как-то первых момент и наименьших. А обязательно мера? Или достаточно как-то утверждение, что это мера везде одинаковая? То есть тут не в том, что как бы мы меряем сантиметром, а в том, что как бы сантиметр один и тот же. И метр один и тот же. Метр один и тот же тоже. Поэтому неважно как бы сантиметр или метр. Главное, что мы знаем, что расставить между 1,2 и 2,3 одинаковые. И неважно в каком сантиметрах или метрах. Да, в каком сантиметрах или метрах это неважно, согласен. Что выбрать в качестве меры неважно. Важно, что её нужно применить ко всем. Чтобы она была одинаковой? Да, и тем самым всё... То, к чему мера применена, единое, поставлен как бы на единое основание. Так они просто непонятно какие, а так и единое основание, которые все... измерить все в сантиметрах, и расставить от меньшего к большему. Или в метрах, или в килограммах, если там мера килограммов. Нужна мера какая-то, килограммы, не знаю, сантиметры, не знаю. То есть, относительно этой меры и происходит величина. То есть, величина – это какая-то, все-таки, как мне говорят, качественная характеристика, это как бы мер. То, что там в Гигеле мера называется, мне кажется. А мера – это же у нее уже количество и качество, а синтез – количество и качество. Ну, это же мы зашли совсем далеко. У нас просто больше, и все, это понятно. Просто больше, да. И следующий шаг, я говорю, заключается в том, чтобы опосредование было взято как таковое. То есть, воспроизведение было взято как воспроизведение. Моя мысль заключается в том, что чтобы помыслить воспроизведение как самостоятельный акт, отличного от предыдущего и последующего, от меньшего и большего воспроизведения, само по себе. Для этого нужно в самой форме различить чувственную часть и мыслящую часть. То есть, заставить форму сознавать самую себя. Иначе мы не получим воспроизведение. Но это дальнейший разговор. Пока достаточно того, что у нас получилось два времени. Время чистое, чистая последовательность, и время как возрастающее время. Еще больше и больше времени. Два времени – это вот так. Сначала простое время, затем время увеличивающее, еще возрастающее. Все на сегодня. Продолжение следует. Продолжение следует...